Штраф за срыв пломба на счетчики воды. Многие жители Российской Федерации считают рарифы на коммунальные услуги весьма завышенными и идут на преступления всякими способами, меняя показания или отказываясь от использования контролирующих потребления устройств. Однако за такие решения необходимо нести ответственность, как, например, штраф за срыв пломба на счетчики воды. Однако нередко встречаются случаи с непроизвольным повреждением устройства и знать о том, какая санкция будет применена, необходимо каждому. В чем суть нарушения? Несанкционировано использование водного ресурса, наказуемое действие, за которое назначают наказание в виде штрафа. В Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации, в статье 19.2 указано, что за умышленное повреждение пломбы и использование коммуникаций накладывают штраф от 100 до 300 рублей. Штраф за отсутствие пломбы на водяном счетчике для должностных лиц варьируется в диапазоне 300-500 рублей. В любом случае срыв пломбы на водоощетчике влечет штраф, а за отсутствие пломбы на водяном счетчике он может быть заменен другим наказанием или изменением суммы, если случай подпадает под часть 2 статьи 11.15 и 16.11. Статья 19.2 говорит о том, что неопломбированный счетчик может испортить новостройку. Указанная информация действительно 2018 год. Оштрафовать пользователя можно лишь в том случае, если доказать умышленность действия. Сорванная пломба на счетчике воды. Важно! Москва и Санкт-Петербург отличаются по размеру штрафа. Здесь штраф за сорванную пломбу на счетчике воды может достигать 30 тысяч рублей. Срыва пломб из неосторожности. Повредить электрощетчик и прибор для контроля за использованием воды можно случайно. Это часто происходит, если в доме есть маленькие дети или ведутся ремонтные работы. В таком случае пользователь обязан зарегистрировать подобное нарушение и сообщить, что необходимо дополнительное пломбирование. Если не временить с этими действиями, последствия не будут связаны со штрафной санкцией. Единственные затраты в таком случае – расходы на установку новой пломбы. Дополнительные санкции. Если вовремя не опломбировать счетчик повторно и не известить водоканал о срыве пломбы, последствия могут быть более серьезными, чем просто штраф. В России за такое действие можно встретиться со следующими проблемами – пересчет суммы к оплате, исходя из количества использованного ресурса. Особенно тяжело приходится собственник МП, который срывает пломбу и устанавливает антимагнитный прибор для экономии. Судебное разбирательство. Взыскание суммы задолженности из заработной платы. Опечатывание и продажа имущества для погашения долга. Что нужно знать от счетчики? Кто и как может насчитывать штраф? Штрафные санкции наступают после обнаружения сломанной пломбы на счетчике. Обнаружить нарушение может контролер, который свияет показания прибора и указанные данные при оплате коммунальной услуги. В таком случае нарушение фиксируется и пользователю приходит уведомление о необходимости внести штраф. В правилах предоставления коммунальных услуг П.62 указано, что сотрудник должен произвести следующее действие при выявлении нарушения приостановить использование прибора. Произвести расчет за оказанные услуги и использованный ресурс. Обратите внимание. Обычно принимается во внимание период с момента срыва пломбы до нового пломбирования. Назначение штрафа сотрудникам водоканала за срыв пломбы. Как приходят извещения о санкции. Обычно пользователь знает о штрафе с момента выявления нарушения. Однако официальное взыскание оглашается в письменном виде в форме письма, которое приходит по адресу. Отправить решение о взыскании штрафа может только судебный орган, а не водоканал, и тем более, выписать платежку на месте контролер не может. В большинстве случаев штраф приходит вместе с новой платежкой. Письмо подписывает начальник водоканала и на нем обязательно должна быть мукрая печать. Как и где платить штраф. Произвести оплату за нарушение можно в банке или через веб-банкинг, переведя деньги с личного счета на расчетный счет водоканала. Обязательное условие – указать имя и фамилию плательщика и назначение платежа, чтобы операция не потерялась. Оплачивать в кассе предприятия нельзя. Что сделать, если пломба уже сорвана? Если повреждение пломбы произошло по неосторожности, чтобы избежать штрафа необходимо произвести следующее действие – зафиксировать дату и время повреждения пломбирования. Уведомить специальную службу в кратчайшие сроки. Если нет возможности сходить лично, можно обратиться в контакт-центр. Составить два письменных извещения. Один экземпляр передать в водоканал, а другой оставить себе. В заявлениях необходимо зафиксировать показания счетчика на момент повреждения пломбы. Важно! Если срыв пломбы произошел в квартире, которую сдают ответственность, в большинстве случаев несут жильцы. Как не платить штрафа? Можно ли оспорить решение? Если пользователь не согласен со штрафной санкцией, он может оспорить решение суда, подав апелляцию. В таком случае необходимо предоставить до вдания умышленности повреждения. Например, доказать, что пользователь вмешивался в работу счетчика, если на нем нет никаких сторонних приспособлений, например, магнитов, невозможно. Антимагнитная пломба на счетчике воды Приравнивается ли использование магнита к срыву пломбы? На разных интернет-ресурсах рекламируется масса объявлений о том, что можно снять ломбу без следа или установить специальный антимагнитный прибор для блокирования. Однако такие действия также наказываются штрафами. При обнаружении контролером в первый раз пользователю может быть предъявлено предупреждение. Если нарушение случилось повторно, штрафовать будут в пятикратном размере, согласно статье 7.27, поскольку такие действия классифицируются как мелкое хищение. Аккуратное обращение с пломбами на счетчиках – это в первую очередь предотвращение неприятностей. Неумышленное повреждение – результат случайного действия, которому можно не придать особого значения в бытовых ситуациях, поэтому лучше регулярно проверять наличие пломбы и извещать службу об изменениях в их внешнем виде.